КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ Я хочу напомнить нашим горожанам, что в основном законодательство о капитальном ремонте многоквартирных домов регулируется законодательством субъекта Российской Федерации. Так вот, такие критерии отбора многоквартирных домов и очередности для включения в региональную программу были установлены и над законом Нижегородской области о капитальном ремонте многоквартирных домов. Таких критериев пять, но при формировании очередности данной программы региональной учитывались четыре основные критерия. Это дата ввода дома в эксплуатацию, год последнего капитального ремонта, также учитывался критерий по наличию или отсутствию установки индивидуальных и общедомовых приборов учета. И четвертый критерий, это способ выражается особенностью управления многоквартирным домом, это именно ТСЖ, где достаточно высокая активность собственников жилых помещений в решении вопросов управления домом, либо наличие совета многоквартирного дома. Вот это такие были четыре общие критерии. И пятый критерий предусматривается, это, который только действует на период актуализации региональной программы, это дисциплинированность собственников по уплате взносов на капитальный ремонт. Понятно, что на начало формирования программы он не может работать, потому что этот критерий можно оценить только спустя год, как минимум, сбора взносов на капитальный ремонт. Поэтому в последующем при актуализации региональной программы, при изменении очередности многоквартирных домов, учитывается вот в основном только один этот критерий, уже дисциплинированность собственников многоквартирных домов по уплате взносов на капитальный ремонт. Почему так получилось? Года 50-60-х годов постройки, как правило, уже проходили своевременно капитальный ремонт, о котором нам заявили соответствующие управляющие компании. И, соответственно, эти дома, ввиду того, что был указан год последнего капитального ремонта, перешли на задний план. То есть вперед вышли те дома, где ни разу и нигде не было вшеллен капитальный ремонт. Вот таким образом произошло выстраивание очередности домов в данной программе. Я напомню нашим горожанам, что на официальном сайте администрации города Саров в разделе «Важное о капитальном ремонте» есть полностью обоснование расчетов, как мы считали. По конкретным домам, да? По конкретным домам. Есть методика, и мы уже не раз проводили горячие линии Департамента городского хозяйства по вопросам расчетов критерий. Все граждане, которые к нам обращались, по некоторым домам были выявлены с управляющими компаниями уже несколько искажений данных по, например, датам ввода дома в эксплуатацию, годам последних капитальных ремонтов. Но это такие ошибки, которые мы поправляли и пересчитывали критерии. Все остальные дома грубых нарушений у нас не были выявлены при расчете критериев и обоснованиях. Тем, кто не пользуется интернетом, каким-то образом можно узнать эту информацию? Можно узнать в Департаменте городского хозяйства, в Управлении Жилищного фонда инженерной инфраструктуры. То есть, любому... Обратиться к Грачеву Наталье Юрьевне. Напомните, пожалуйста, какие есть способы формирования фонда капремонта, какие у каждого из них особенности, какой способ лучше выбрать жителям старых, какой новых, каких домов, какой, значит, для больших домов, для маленьких домов? Значит, по способу формирования фонда капитального ремонта. По-прежнему законодательство видит два способа формирования фонда капитального ремонта. Это счет регионального оператора и специальный счет. В отношении этого, что хочу сказать, что жители с принятием решения о выборе способа формирования фонда уже в настоящий момент опоздали. Это надо было своевременно делать. И мы проводили большую разъяснительную и информационную кампанию по выбору способа формирования фонда капитального ремонта. Это нужно было сделать до ноября 2014 года. Поэтому на сегодня жители могут принять решение об изменении способа формирования фонда капитального ремонта. Особенности все очень четко прописываются в федеральном и региональном законодательстве. Напомню, что если хотят изменить способ формирования фонда региональный оператор на спецсчет, то должно пройти два года. С момента поступления протокола региональному оператору он вступает в силу только через два года. А с момента принятия решения об изменении способа формирования фонда спецсчет на счет регионального оператора должно пройти два месяца. Поэтому достаточно механизм сложный, но к нам жители обращаются в Департамент городского хозяйства по решению такого вопроса об изменении способа формирования фонда. И мы готовы оказать содействие. Все документы для проведения общего собрания принятия такого решения у нас подготовлены. На сегодня все способы формирования фонда учтены на сайте регионального оператора, там где владелец счета региональный оператор. В отличие от этого у спецсчета могут быть владельцев несколько. Это может быть и региональный оператор, если собственники определили, что владельцем спецсчета может быть региональный оператор. И это может быть и ТСЖ, товарищество собственника жилья, если собственники тоже в таком протоколе приняли решение, но как правило они принимают такие решения. И может быть владельцем выбрана управляющая организация. Какая картина по способам формирования фонда сегодня сложилась в Нижегородской области и в городе Сарове? Можно назвать такие цифры, что из 25 тысяч жилых домов в Нижегородской области 2,5 тысячи выбрано спецсчет. То есть это о чем говорит, что 10% в среднем жителей в Нижегородской области выбрали спецсчет. По городу Сарову несколько иная картина. У нас в региональную программу включено 642 домов многоквартирных, из них только 19 домов. Это все дома, которые управляют в товариществе собственников жилья. В разных ТСЖ выбрали способ формирования фонда, специальный счет. Конечно. Есть, во-первых, председатель ТСЖ, есть правление ТСЖ, есть юридическое лицо, которое может выступать владельцем такого спецсчета. Ему можно поручить все работы по администрированию взносов на капитальный ремонт. И ему можно поручить функции владельца этого специального счета. Но еще раз напомню, что владельцы спецсчета без решения общего собрания не могут потратить ни копейки с этого специального счета и на иные цели, кроме как капитальный ремонт многоквартирных домов. Если говорить о том, кто выбрал спецсчет, это, как правило, дома средней этажности. Как правило, считается это 5-6 этажей. Там, где немного квартир, понятно, что в таких домах, как правило, у нас избраны ТСЖ. Там, где наиболее легко управляется многоквартирный дом и так далее. В многоквартирниках, конечно, очень тяжело жителям договориться по спецсчету. Почему у нас такая картина произошла, что у нас в работу по выбору спецсчетам в основном включились ТСЖ и активные председатели ТСЖ. За что, я думаю, собственники должны им сказать очень большое спасибо, потому что работа непростая. Нужно проработать с банком, открыть спецсчеты, нужно определить все условия с банком, нужно провести общее собрание, нужно открыть счета. И достаточно, ну, надо сказать, что председатели ТСЖ, 4 вот у нас таких председателей ТСЖ, они достаточно активно включились в эту работу и всю свою работу выполнили очень хорошо. Вот. За всех остальных собственников многоквартирных домов, в соответствии с законодательством, так как они собрание не провели, инициативу администрации не поддержали по участию в таких собраниях, был выбран способ формирования фонда региональной операторой. Что, в принципе, подразумевается под капремонтом? То есть полный ремонт от подвала до крыши, или это не так? Конкретный перечень видов работ по капитальному ремонту также очень четко описан в законе о капитальном ремонте многоквартирных домов. Данный закон можно найти и в системе «Консультант Плюс», и на сайте регионального оператора. Сайт регионального оператора, я напомню, это fkr.ru. Это достаточно уже известный сайт. Там есть отдельный раздел «Собственникам жилья», и там можно получить всю информацию о законодательной базе, о своем доме, когда были направлены предложения о капитальном ремонте, в каком году ваш дом должен отремонтировать. Мы, Департамент городского хозяйства, оказываем информационную поддержку, введем разъяснительную работу по разъяснениям граждан, для того, чтобы они получили всю исчерпывающую информацию о своем доме. При наличии многоквартирного дома спецсчета, могут ли собственники производить работы по капитальному ремонту ранее срока, предусмотренного очередностью? Если да, то какой порядок действий? Да, могут. В первую очередь, собственникам дано право самим принимать решение об установлении перечня работ по капитальному ремонту, и второе, устанавливать сроки выполнения этого капитального ремонта и, соответственно, определять, кто будет выступать заказчиком от имени собственника и, соответственно, каким образом будет определяться подрядная организация на выполнение работ по капитальному ремонту. Чтобы завершить предыдущую тему, я скажу, что какой исчерпывающий перечень видов работ по капремонту? Ну, начинаем сверху, да, это крыши, это все внутридомовые инженерные коммуникации, включая подвальное помещение и по местам общего пользования, это фундаменты, это подвалы, это у нас фасады вместе с балконами, которые относятся сегодня к общедомовому имуществу, это замена лифтового оборудования, это замена вышедших из строя общедомовых приборов учета. Если раньше фонд позволял тратить деньги на установку приборов учета, потом были внесены изменения в законодательство и только замена вышедших из строя приборов учета, чтобы все собственники оказались в разных правах на легализацию права по установке, то есть установку только за счет собственников либо ресурсоснабжающих, а вот замену уже можно включать за счет фонда капитального ремонта. Это различные виды работ по разработке проектной сметной документации, по разработке необходимой, но технической документации, на оплату работ по строительному контролю и надзору. То есть все эти виды работ, их можно выполнять комплексно, их можно выполнять выборочно, в зависимости от того, какие работы необходимы в первую очередь. Но надо сказать, при определении, при планировании работ по капремонту, чем мы ограничены? Естественно, мы ограничены возможностью финансовых средств. Прежде всего рассчитывается предельная стоимость работ по капитальному ремонту, исходя из размера взноса, который собственники уплатят за 30 лет участия в программе. Это все четко просчитывается. Мы знаем рубль с квадратного метра размер взноса, знаем 12 месяцев в году, и 30 лет – это максимальный размер взноса, который собственники в идеальных условиях при 100% оплате могут уплатить в фонд. Это и есть предельная стоимость работ за счет средств собственников. И дальше бюджет, в зависимости от того, какая сегодня крайняя необходимость капремонте существует, доплачивает или может оказывать меры муниципальной поддержки из бюджетов различных уровней. Это и областной бюджет, это и федеральный бюджет из фонда содействия реформирования ЖКХ, и местный бюджет. Ну, соответственно, возможности бюджетов ограничены. Поэтому, как бы мы не хотели комплексно заходить в дома с капитальным ремонтом, для того, чтобы отстоять интересы собственников всех, которые и через 30 лет стоят в очереди, и в первую очередь мы должны исходить из предельных объемов финансирования капитального ремонта. Это понятно. Потому что мы не можем направить все средства фонда на дома, которые стоят впереди. Потому что мы понимаем прекрасно, что через 30 лет они накопят столько средств, чтобы и собственникам через 30 лет достались эти средства, и были они накоплены в фонде. Поэтому это все жестко просчитывается при планировании финансирования работы по капремонту. И мы уже при формировании предложений и при принятии решения собственникам помещения о необходимости проведения капитального ремонта уже, конечно, эти цифры просчитываем. Известно, что в общедомовое имущество входят и те коммуникации, которые находятся не только внутри подъездов, в технологическом этаже или в подвале, но и, собственно, в квартирах у собственников. Например, система теплоснабжения. То есть при капитальном ремонте неизбежно они будут каким-то образом затронуты, и, возможно, будет поврежден ремонт, который сделали собственники у себя в квартирах. То есть кто будет компенсировать, восстанавливать это все? Здесь надо отметить, чтобы собственники не путали. Есть инженерные коммуникации, которые относятся только к жилому помещению, а есть действительно часть общедомовых инженерных коммуникаций, границы которой заканчиваются, будем так говорить, на территории жилого помещения. Вот это надо четко разделять. И эти границы очень хорошо описаны в постановлении правительства о составе общего имущества собственников квартирного дома, поэтому мы на этом не будем останавливаться. Но когда часть общедомовой коммуникации заходит в жилое помещение, и действительно необходимо проводить ремонт, по разъяснениям, опять же, регионального оператора, и мы в СМЕ-то сейчас закладываем такие расходы, действительно предполагается восстановление минимальной отделки. Минимальной. Минимальной, да. Почему? Потому что чаще всего сталкиваемся мы с незаконными перепланировками или первоустройствами, которые собственники по собственной инициативе сделали и не согласовали. И поэтому вот эти шикарные объемы мы за счет фонда капитального ремонта, ну, наверное, с трудом будем возмещать. Поэтому мы при определении предельной стоимости работы, пока примут, мы восстановление отделки учитывали. Но мы учитывали среднего такого качества восстановления отделки. Конечно, минимально. Вот. Мы не можем учитывать особенности каждой квартиры. Ну, просто, то есть я размышляю, как одно дело, если там собственники незаконно закатали там трубы куда-то, значит, в стену, но это одно дело. Я говорю по-другому, допустим, о подвесном потолке. А другое дело, например, в том числе и замена унитазов там, да, и побелка, покраска, там, восстановление плиточного покрытия. Это совершенно другое дело. Еще хотелось бы уточнить, собственники выселяются во время капремонта? Нет. Не предполагается выселение собственников во время капремонта. По крайней мере, я говорю, не предполагается, да. Хотя у нас вопросы были. Как показывала практика, реализация программ капитального ремонта за счет средств фонда содействия реформирования ЖКХ, это уже на протяжении 10 лет, такая программа реализуется в Нижегородской области. Как правило, тоже это приходило без переселения. Хотя достаточно сложно нам представляется, например, как выполнять ремонт канализации, да, без выселения. Потому что если воду люди могут набрать в бутылках, то без канализации человек-то и половину суток может не прожить. Поэтому в данном случае мы обсуждали возможности теоретические, что подрядчик может это выполнять отдельными стояками на какой-то период времени, там в течение дня люди, да, будут, ну, будет предлагаться освобождать жилые помещения. Но, опять же, это будет решаться в каждом конкретном случае при реализации работ силами подрядной организации, прежде всего, управляющей организации, и путем переговора с собственником жилых помещений. К вопросу о подрядных организациях, на какой основе выбираются они согласно новому? Подрядная организация выбирается техническим заказчиком, а на сегодня это определен фонд капитального ремонта, и есть порядок привлечения подрядной организации, это на конкурсной основе. На конкурсной основе. Да, на сегодня уже объявлены конкурсы на разработку проектно-сметной документации, в том числе для четырех домов города Сарова. Это у нас, я напомню, четыре дома Ленина 8, Ушакова 16, Александровича 19 и Шверника 3. И решение по МИРу 18 у нас было принято, собственники приняли решение о переносе сроков капитального ремонта, поэтому мы этот дом не запускаем в этом году. А четыре дома у нас уже объявлен конкурс на проектно-сметную документацию, уже объявлен победитель, но там в данном случае дело находится на рассмотрении ФАС, потому что другой заявитель, я не буду его освучивать, а протестовывает результаты конкурса, поэтому мы еще только ждем определения победителя конкурса на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт на квартире нового дома. Кстати, к вопросу о тех, кто отказался, правильно я понимаю, что они через год снова должны будут принять это решение? Конечно, собственники вправе и только они перенять решение о переносе сроков на капитальный ремонт, но для этого обязательно должно быть решение общего собрания, это первое. И второе, для этого нужно заключение комиссии о необходимости капитального ремонта. И акт регионального оператора, то есть именно доверяют комиссии при органе местного самоправления и региональному оператору сказать, действительно ли перенос сроков не грозит возникновению аварийной ситуации с домов. То есть решение собственника плюс заключение технических специалистов обязательно. Вопрос по гарантии. Насколько я понимаю, региональный оператор обязан давать гарантию на проведенные работы в рамках капитального ремонта? Ну, это предусматривается общим гражданским законодательством о проведении работ по капитальному ремонту или проведении работ любых подрядных. Поэтому, как правило, это 5 лет даются такие подрядчики, как и застройщиками, собственно говоря. Это понятный вопрос. Тем, у кого есть спецсчет, кто им дает гарантию? Во-первых, я специально оговорилась, что тот, кто выбрал спецсчет, естественно, выбран владелец. И тот заказчик, кому будет поручено проведение работ, должен отследить в своем договоре подряд обязательно предусмотрение гарантийных обязательств. В данном случае это может быть ТСЖ, либо любое другое лицо, кому собственники определят и поручат проведение работ по капитальному ремонту. И, соответственно, там они поручат проработку договора, и в том числе сдачу приемков этих работ и контроль за исполнение гарантийных обязательств. Но по логике, конечно, это должны быть ТСЖ, которые выступают и владельцам этих спецсчетов. Там тоже предполагаются конкурсные мероприятия по определению подрядчиков? В данном случае вправе они сами определятся. Ясно. Так, сообщается, что владельцы новых домов будут освобождены от платы за капремонт. А на протяжении какого времени дом будет считаться? Ну, во-первых, это обсуждался только законопроект. Данный законопроект еще не внесен в Государственную Думу. Но последние изменения законодательства жилищного, которые мы имеем на 31 декабря 2014 года, это не предполагают. Поэтому скажем конкретно, когда будут конкретные изменения. Сообщается, что расширяются функции Совета Дома. Какие новые полномочия у него появятся? Полномочия по Совету Дома были закреплены в жилищном кодексе поправками от 2011 года. После этого никаких поправок в данную статью о Совете Многоквартирного Дома не вносилось. По-прежнему Совет Многоквартирного Дома как раз избирается для того, чтобы организовать работу всех собственников помещений. В том числе и по определению повестки дня собрания, по проведению самих собраний, по составлению годовых планов проведения собраний, по выстраиванию взаимоотношений с управляющей компанией своей, по участию в сдаче приемке конкретных видов работы и услуг, по подписанию актов сдачи приемки работы и услуг. То есть это основное связующее звено между собственниками и управляющей организацией и основное звено по организации общих собраний принятия необходимых решений для управления Многоквартирного Дома. По-прежнему эти функции остались и ничего нового не произошло. Но надо сказать, что у нас граждане по-прежнему возвращаются к этой теме. Тема избрания Советов, особенно с вопросами капитального ремонта, сегодня по-прежнему остается актуальной. И собственники до сих пор идут и у нас запрашивают документы по избранию Советов. Я надеюсь, что эта работа и впредь будет достаточно активно идти. Мы как управляющая компания тоже пытаемся помочь, организовать и как-то найти этих людей, в томах выявить и как-то помочь им организоваться между собой. Надо сказать, что у нас все управляющие компании в городе оказывают содействие по проведению общих собраний с собственниками. Как правило, либо это отделы по работе с населениями, либо это конкретные специалисты. Поэтому действительно эти документы можно получить как в управляющих компаниях, так и в департаменте городского хозяйства. Сейчас нередкая ситуация возникает. То есть, когда люди приходят оплачивать свои платежки в банк или на почту, то им задают вопрос, вы будете с капитальным ремонтом оплачивать или нет? Вообще это возможно оплачивать без капитального ремонта и какие санкции грозят тем, кто где будет? Да, вопрос на сегодня актуальный. Очень многие звонят наши граждане, задают вопрос, а что будет, если я не буду платить за капремонт? Как правило, это возникает ввиду того, что не доверяют, конечно, региональному оператору, который далеко находится, у которого сегодня 25 тысяч лицевых счетов, это только на дома еще и сколько там жилых помещений. Поэтому, конечно, вопросов много. Но, первое, что я хочу сказать, законодательство говорит о том, что взносы на капитальный ремонт являются обязательным видом платы за жилищно-коммунальные услуги. Но есть ли санкции? Санкции есть, это предусматривает цепенье в размере ставки рефинансирования. С другой стороны, на сегодня региональный оператор еще не готов к администрированию поступлений вот такого вида платы. Но на сегодня, что я могу сказать, как складывается ситуация по плате взносов по городу Сарову. Значит, первое, у нас функции, абонентские функции по начислению взносов на капремонт выполняют на территории города Сарову наш СБК. Региональный оператор в данном случае договорные отношения заключили с этой организацией. Биллинговая компания. Биллинговая компания, да. На сегодня 53% у нас собираемость платежей. Вот, далее. На сегодня проводится очень активная работа региональным оператором из Саровской биллинговой компании и совместно с администрацией города Сарова по, первое, выяснению невыясненных платежей, которые поступили. Второе, с начислением платы по тем счетам, где до сих пор еще не выставляется. И третье направление работы, это уже по учету поступления платы по каждому лицевому счету, а лицевой счет заводится на каждое жилое помещение. Вот с 1 июня уже предполагается, будет выставляться платеж, платежка сальдовая. Что это такое? То есть с размером всей задолженности, которая накопилась по жилым помещениям. То есть жители получат впервые большие платежки, те, которые не платили, но пока принято решение без пени, потому что только запускается стадия. Вот, по крайней мере, вот мы сегодня находимся на стадии, когда они уже сформировали и имеют понимание по задолженности. Мы им направили все сведения по тем жилым помещениям, которые сегодня не производятся на числении платы. И сейчас региональный оператор в том числе работает по этим жилым помещениям, где вообще не производилось в том числе и начисления. Там тоже планируется выставление отдельной квитанции сразу всего размера задолженности, начиная с 1 февраля 2015 года, когда вступил в силу закон о начислении обязательных сносов на капремонт. Поэтому в развитии законодательства, я думаю, что со временем разберутся, никто не снимал обязательность уплаты взносов на капремонт фонда, потому что актуальность капитального ремонта многоквартирных домов по-прежнему остается одним из самых главных вопросов в управлении многоквартирных домов на территории Нижегородского области. Квартиру с долгом по капитальному ремонту продать можно сейчас? Ну, во-первых, вы прекрасно знаете, что законодательство по купле-продаже объектов недвижимости, как обязательный документ такой, не видит. То есть это гаранность? Все равно, да, обязательно собственники уже, которые покупают, естественно, берут все справки и узнают, а как ситуация с задолженностью по оплате жилищно-коммунальных услуг, потому что действительно вся задолженность остается за предыдущим собственником. И все обязательства, независимо от того, когда он продал квартиру, по предыдущим долгам следуют за ним. Поэтому суды, независимо от того, или управляющая компания, проживает он в этом доме или нет, будут работать с конкретным собственником жилого помещения. Давайте пройдем по плохому сценарию. Допустим, там через определенный отрезок времени выясняется, что подошло время капремонта, а оплатил, собственно, во всем доме только я. То есть, естественно, дом не набрал нужную сумму для капремонта, что произойдет в этом случае? Ну, во-первых, мы не забываем про критерии актуальности и дисциплинированность собственников. Соответственно, дом будет откатываться на все более поздние сроки по капитальному ремонту. И вполне возможно, тогда он достигнет износа 70% и более, тогда он будет исключаться из региональной программы. И вообще будет ставать речь о том, что дом нужно признавать аварийным, подлежащим сносу или реконструкции. Это уже совершенно другой уровень принятия решений, механизм очень сложный. Сейчас мы такой механизм Гагарина-16 проходим. И мне бы не хотелось, чтобы собственники наших домов доводили до такого состояния эти дома. Первая работа будет работать с критерием. И дом будет на более поздние сроки переноситься. Во-вторых, необходимо все-таки проводить работы с собственником, я считаю, организовываться, чтобы понимать, насколько дисциплина всех собственников будет рассматриваться. И в-третьих, если средств не будет хватать, а я напомню, из размера взноса устанавливается предельная стоимость, то, соответственно, и будет определен абсолютный минимум работ, необходимых по капитальному ремонту. А по тем собственникам, которые не платят, конечно, будет региональный оператор работать, и вплоть до судов по взысканию средств и недоимки. Поэтому я думаю, что в данном случае региональный оператор, так как он администратор, и отвечает за, и обеспечивает полноту взносов, то он, в числе и с недобросовестными плательщиками, будет работать, потому что он, прежде всего, должен обеспечить сбор взносов и финансирование необходимого объема работ по капитальному ремонту. Сегодня это задача государства. Есть частный вопрос. Одним из первенцев по капитальному ремонту у нас в городе будет дом по Александровича 19. То есть, когда это начнется и как это будет все происходить? Ну, я уже сказала в процессе нашей встречи, что на сегодня только объявлен конкурс на разработку проектно-смертной документации. В самом лучшем сценарии мы предполагаем, что к сентябрю, к октябрю мы получим проектно-смертную документацию и зайдем с капитальным ремонтом в октябре-ноябре в дома. Соответственно, мы надеемся, что это будут установлены реальные сроки на капремонт. Это не будет ограничено конкретным финансовым годом. Будут реальные сроки. И вполне возможно, что часть работы внутренних будет спланирована уже на четвертый квартал этого года. А со всеми остальными работами, там и фасады, и балконы, будет предполагаться по графику производства работы, что это будет делаться уже в 2016 году. Фасады, балконы, то есть очень много было накладок по поводу того, кому принадлежат балконы. То есть они то, как заложают общедомовое имущество, то они входили в имущество собственников жилья. Это общедомовое имущество. Это общедомовое имущество. То есть они себе ремонт балконов получат, могут быть спокойны. Ну, по крайней мере, мы заявляем в разработку ПСД, в том числе и ремонт балкон. Ну, так есть уже какой-то ответ? Внесут? Ну, пока их предусматривают. Какой срок граждане должны быть извещены о начале капремонта? Значит, я напомню, что граждане получают извещение о предложениях о капремонте за 3 месяца до предполагаемого начала ремонта, в том числе до предполагаемой разработки ПСД. Такие предложения размещаются региональным операторам на своем сайте, и в том числе по всем домам, которые были заявлены в 2015 году на капитальный ремонт, такие предложения размещены. Какова максимальная продолжительность капремонта? Как правило, это год, но в необходимых случаях можно рассматривать и до полутора лет. В зависимости от того, что это либо один вид работы, который достаточно простой, либо это комплекс работ, что необходимо провести по данному квартирному дому. Но еще раз я напоминаю, что в законодательстве сегодня уже введены поправки, закон Нижегородской области, что считается нерентабельным дома с износом более 70% проводить ремонт. Потому что это уже другие совершенно средства. Понятно, что никаких средств фонда и бюджета не хватит для того, чтобы провести серьезные работы по этому дому. Поэтому предполагается выведение таких домов из этой программы и включение таких домов в другие программы. Так, а где можно узнать о том, какая сумма уже накоплена? Да, на вскоре, это можно узнать в Саровской биллинговой компании. Они имеют доступ к информации по каждому лицевому счету, которое заведено на жилое помещение. Для этого нужно сообщить адрес. А кто может запросить эту информацию? Конкретный собственник. То есть нужно все равно какие-то документы, право собственности именить, да? Так, с учетом того, что капремонт запланирован, например, через 20 лет, будет ли индексироваться накопление на капремонт и за чей счет? Ну, естественно, законодательство предполагает возможную индексацию взносов на капитальный ремонт. Я напоминаю, что размер взноса устанавливается распоряжением губернатора, соответственно, это полномочия правительства. И размер взноса, определенные конкретные даты, вполне возможно, он будет индексироваться ежегодно в зависимости от уровня инфляции. Сегодня у нас никаких сведений нет. Предположительно, заявили, что и на 2016 год такой размер взноса сохранится. Но, опять же, это предположительно. Где можно получить выписку расходов за прошлый год по статье «Текущий ремонт и содержание жилья?» Заменял ли она прежде фонд капитального ремонта? Где можно узнать весь перечень работ, которые были сделаны в вашем компании? Ну, мы, во-первых, уже сказали, что перечень видов работ по капитальному ремонту определен законодательством. Перечень видов работ по текущему ремонту – это то, что наши граждане оплачивают в рамках оплаты содержания ремонта жилого помещения. Можно получить либо в управляющих компаниях, либо в ТСЖ. Такой перечень работ должен вестись по каждому дому с определением не только перечня работ, но и стоимости проводимых работ. Если капитальный ремонт дома уже был сделан в период с 2010 по 2015 год, имеют ли право жильцы использовать отчисления на компремонт по мере их накопления на косметический ремонт? Нет, не имеют права. Это только на капитальный ремонт. Но, соответственно, если это спецсчет, это достаточно собственники, могут легко принять такое решение. Общее собрание на проведение работ по капитальному ремонту, можно назвать, конкретного какого-то вида общего имущества. Если это региональные операторы, то это будет сделать сложнее, потому что все завязано на конкретные сроки в программе. Видимо, об этом же вопрос. После проведения капитального ремонта жильцами было решено оставшееся средство потратить на косметический ремонт подъездов и замену стеклопакетов. Столкнулись с затягиванием оплаты подрядчиками со стороны Центра ЖКХ и низким качеством работы, выполняемых той фирмой, который выпал для проведения косметического ремонта Центр ЖКХ. Как можно ускорить оплату? Имеет ли право жильцами дома выбрать подрядчика для проведения косметического или капитального ремонта? Ну, во-первых, я хочу сказать, что собственники принимали в данном случае решение о перечислении и уплате средств на капитальный ремонт дома. Поэтому управляющая компания совершенно справедлива, не может их потратить на текущий ремонт, потому что она не вправе распоряжаться этими средствами на иные цели. Они учитываются в управляющей компании на отдельном лицевом счете. Соответственно, для того, чтобы собственникам принять решение и не управление средств необходимость на косметический ремонт, они должны принять решение сначала о возврате средств на капитальный ремонт, их получить, а потом они могут проработать вопрос с управляющей компанией о увеличении платы содержания ремонта жилья, включая стоимость необходимых работ на текущий ремонт. Получить реально, в смысле, то есть деньгами? Возврат. Ну, они, конечно, будут... Это будет путем перерасчета платы сделанной, ословной, но, соответственно, это будет зачет, сделанная в платежных квитанциях. Это вполне решаемо с управляющей компанией. Так, если капремонт предусмотрен, например, на 30-й год, а заменить окна или козырек нужно уже сейчас, можно ли выполнить эти работы и профинансировать их из фонда капремонта? Для этого обязательно требуется собрание собственников, или УК может сделать это самостоятельно, приняв такое решение? Ну, такого отдельного вида работ, как замена окон или козырек, не прописано в перечне видов работ. Надо четко смотреть, что мы будем там, ремонт фасада сделать, замены окон и козырька, входных гроб и так далее. Это нужно правильно назвать. Во-вторых, конечно, если установлена такая необходимость, и создается угроза жизни и здоровья людей, в том числе козырек, напомним, что это небезопасная конструкция, то вот, конечно, такие решения можно будет принять, и мы будем работать по актуализации программы региональной, прежде всего, по переносу сроков. Так, ну еще такой вопрос, то есть, я так понимаю, люди, опять же, не очень понимают, как система работает. Если мы собственники жилья, то почему не можем сами заключить договор со строительной организацией и выполнить капремонт? То есть, ТСЖ, я так понимаю, такое может сделать, если у них есть спецсчет? Конечно. А если этот счет находится у оригинального оператора? То определено законом, что только он в данном случае может выступать техническим заказчикам на эти виды работы. То есть, в этом случае жильцам... Потому что он несет обязательства государственные по проведению необходимых работ по капитальному ремонту. Вот и все. У собственников было право выбрать способ формирования фонда капитального ремонта. Ну, либо они сейчас могут, да, допустим, поменять в этом процессе. И тогда со спецсчетом, конечно, они более оперативно могут управлять этими средствами. Как правило, региональный оператор, если он не владелец, он не претендует на контроль за расходованием этих средств. Это в данном случае, если будет жалоба, будет заниматься государственная жилищная инспекция. Все, спасибо. Хотелось бы сказать о том, что если у вас какие-то вопросы возникнут относительно капитального ремонта, вы всегда можете воспользоваться нашим сервисом «Колючий депутат» и задать вопрос в разделе «Разные». Спасибо. Спасибо.